Однажды, оказавшись среди детей, обучающихся в школе-интернате, известный блогер не смог остаться равнодушным к их проблемам. Вместе с подписчиками, которых в Инстаграме у Эрика Налбандзяна более 100 тысяч, он стал инициатором организации массовых акций, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Помощь адресная, заботу блогера и его друзей вновь принимают ребята из Инкерманской школы-интерната номер 6 имени генерала Петрова. Я провожу именно для этого детского дома-интерната уже третье мероприятие. Два мероприятия до этого были у них. Мы приезжали с подарками, приезжали со своими какими-то программами, но сегодня мы решили провести его здесь, в Театре Луначарского. Ребята с нескрываемым интересом ждали этой встречи, ведь теперь с концертными номерами и подарками приехали не к ним, а их самих пригласили в главный театр города и встречали как дорогих гостей. Как только они услышали, что мы опять сегодня встречаемся с Эриком, да еще и едем в город, да еще и на такую яркую встречу, эмоции было просто море. Ведь мы закрыли огни, мир такой маленький, осветили темноту, мы люди маяки. Вот таких людей, которые хотят подарить праздник, и помимо праздника еще и подарки, не так много. И главное, что они делают это от чистого сердца, от души, понимая собственно, что вы, ребята, самые главные. Песни в исполнении молодых севастопольских певцов, зажигательные танцы и, конечно, интерактивное общение с играми и конкурсами. Программа, подаренная учащимся из школы-интерната, была разнообразной и не давала скучать. А главным поводом для нее стало просто желание подарить радость. На сегодняшний день это такой радостный, прекрасный праздник, который будет ни с чем не связан, просто подарить детям радостные моменты и подарить им, наверное, понимание того, что они не одиноки. Среди подарков, которые ребята получили во время праздника, пригласительные билеты на новый спектакль театра имени Луначарского «Щелкунчик» по сказке Гофмана. Его премьера состоится во время новогодних каникул.